Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня вступаем в полосу приготовления к Великому посту и поем покаянные слова на Палиэлее. Покаяние отверстия двери Жизнодавча. Завтрашняя неделя, неделя мытарей и фарисея. И по смыслу эти там три песнопения, они соответствуют трем неделям приготовления. Значит, сегодня мы поем покаяние отверстия двери Жизнодавча, утреннюю дух мой ко храму святому твоему. Храм нася телесный, весь осквернен. Это соответствует в точности состоянию кающегося человека, в данном случае мытаря, которым завтра прочтем из Евангелия Луки, который в храм Божий утреневал, шел в церковь для того, чтобы встретиться там с Богом невидимым и принести покаянную молитву. Чувствовал себя оскверненным. Потом тропарь говорит следующее, там, на спасение стези наставимя Богородице. Студными окалях душу грехми. То есть стыдными запачкал душу деяния. Скверными, стыдными. Студные, это стыдные. Значит, окалял, значит, запачкал, заляпал, ну, как знаете, как грязью чистую одежду. И это вполне соответствует неделе блудного сына, которая будет потом, даст Бог дожить, через завтрашнюю неделю на следующую, где мы будем просить тоже, как должны будем влезть в кожу блудного сына, почувствовать себя им, и от своего личного лица принести Богу эту просьбу, чтобы он оставил нас, молитвами Богоматери в том числе, на правый путь покаяния, чтобы мы вернулись к Отцу, чтобы мы не бродили, не вема где, и не пачкали свою чистую одежду возле свиных корыт. Потому что мы имеем всю эту проблему тоже с собой, и это все касается каждого человека. И третья неделя будет неделя страшного суда. Заговенье на мясо, и последние седьмидневные, такой, дистанция до Великого Поста, до начала. И как раз третий тропарь, этот песнопень, это покаянный, говорит, значит, окаянный трепещу, страшного дне судного. То есть вспоминается страшный суд, как оно есть. «Но я, как Давид, надеюсь на милость благоутробия Божьего, и, как Давид, вопию тебе, помилуй мя Божия, повелись и милость твои». Таким образом, эти три коротких песнопения, «Покаяние», «Отверзмедвери», «На спасение стези» и «О страшном суде», они в точности соответствуют всем трем неделям мысленного приготовления к Великому Посту. К Великому Посту нужно приготовиться мыслями. Мы не сможем наесться так, чтобы мы не чувствовали голода. Обычно люди там, ну, карнавалы возникли отсюда, и всякие эти постные предпостовые ярмарки, масленицы, когда люди, как не в себя, значит, пихают себе всякие блины, там, какие-то, не знаю, какие-то колбасы, значит, такое. Но это, как бы, ну, глуповатое занятие, потому что мы не наедимся на весь Великий Пост, мы только себе расстроим здоровье, только ударим по поджелудочник. Вот, и больше никак не приготовишься телесно к посту, только нужно умом закалиться, так сказать, вот, как знаете, как, например, чем отличается, очевидно, смерть с приготовлением от смерти без приготовления. Когда тебя не выдергивают, как редискусы, грядки, как бы, внезапно, а когда человек готовится, там, всех простил, помолился, принял причастие, побоялся, попотел от страха, так в душе своей потрепетал и день, и два, и три, и больше, и уже потом смиряется мысль человеческая, и человек говорит, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Хочешь меня забрать, забирай, хочешь оставить, оставляй, твоя воля святая, да будет. В общем, самые главные вещи – это приготовление. Ко всему нужно, конечно, приготовиться, и приготовиться умом, поскольку человек существо умное, и все наши кости с кишками и кожей не стоят одной мысли. Как говорил Блес Паскаль, что весь мир, вся громада материального мира, она по достоинству ниже одной мысли. Одна мысль выше всего великолепия материальной Вселенной. А одно милосердное дело, тот же Паскаль продолжает, выше всех мыслей мира. То есть мысль выше всего материального, а милосердие и любовь выше всего мысленного. То есть все философы не стоят одного доброго дела или одной покаянной слезы. Так что готовьтесь умом к посту с тем, чтобы принести Богу искренное, нелицемерное покаяние, обновить свою жизнь, очиститься, как будто в баню духовную сходить, так, чтобы выпарить из себя всю прилипшую и въевшуюся в человека грязь, о которой мы даже с вами, честно говоря, и не подозреваем. Потому что покаянные труды, они открывают человеку самого себя. До покаяния, до прихода в веру, нужно со скорби признать, человек сам себя не знает. Он не знает ни своих талантов и способностей, ни своих ужасных искривленных изгибов души. То есть он не знает ни позора своего, ни славы своей до покаяния. Он слепой и весь находится наружу, где-то там, живет его мысль, в разных делах мира. Он переживает об этом, думает об этом, интересуется этом, о себя не знает. И только когда он покаянием входит внутрь, то он там, конечно, ужасается от того, насколько же там все плохо. И он радуется о том, что Господь приходит именно туда, в эту пустыню сердца, и там превращает ее в рай Божий. То есть ни славы своей, повторяю, ни стыда своего без покаяния и молитвы человек не знает. Ну и поскольку последнее скажу, что сегодня мы говорим покаяние дверей, отверзи мне жизнодавче, то вспомните, пожалуйста, из Писания, а мы с вами должны быть люди Писания, как великий Антоний говорил, куда бы ни повернулся, куда бы ни пошел, на все имей свидетельство из святых Писаний. То есть Писание должно быть нашим путеводным фонарем, маяком, звездочкой полярной нашей. Мы по Писанию должны управлять свою жизнь в Царство Божие. И вот двери, это сразу нам вспоминается целый ряд событий из Святого Письма. Во-первых, Христос назван в откровении имеющим ключ Давидов. Если Он затворит, никто не отворит. А если Он отворит, никто не затворит. Вот, речь идет как раз об этих дверях. То есть ключ от этих дверей у Христа, Он ключеносец. Когда Он Иоанну на Патмосе явился, то у Него в деснице было семь звезд, а в левой, в шуйце у Него в левой руке были ключи от ада и смерти. То есть это Его власть. Не звести до ада, и из ада возвести. Это Господь. Как Он и Моисею говорил. Я, Бог всемогущий, не звожу до ада и возвожу. Так вот, если Бог закроет нам какую-то дверь, в частности, дверь покаяния, как бы мы ни барабанили в нее, мы ее не откроем. Опять-таки вспоминаем притчу о десяти девах, из которых было пять мудрых, пять немудрых. Это были девы. Это не были распутницы какие-то. Не были какие-то шалавы. Это были девы и те, и те. Ну, у одних была эта, значит, вера, символизируемая елеем, и запас добрых дел. И они вовремя вошли с горящими светильниками к жениху. А другие хорошие, но такие, ну, лопоухие такие, значит, они хорошие, но не собранные. Хорошие, но не дисциплинированные. Хорошие, но опоздали. Хорошие, значит, но не попали в чертах брачные. Они там где-то лазили за этим елеем, ходили не вовремя. И пришли, и стучали, и говорили, Господи, Господи, отверзи нам. И Он не открывал им двери. И не откроет. Он из-за дверей только скажет. Аминь, благолю вам, не знаю вас. Так что есть некие двери, которые, если Бог закроет, ты их не откроешь. А если Бог их открыл, даже не думайте их закрывать. Вот сегодня мы живем в те времена, когда дверь покаяния открыта всей вселенной. И вчера был такой день, и позавчера был такой день. Этими дверями зашли в Царство Божие, в радость, на брак к Агнцу, уже миллионы душ человеческих, каждую из которых Господь любит, как будто бы она была одна. Каждого отдельности и всех вместе. И в эту дверь заходить должны и мы с вами. И она открыта. Даже не думайте закрыть ее кому-нибудь. Какому-нибудь там негру или китайцу. Потому что он не наш. Бог открыл эту дверь покаяния всем людям. И кто уверует в Иисуса Христа Господа, и смирит перед Ним сердце свое, и преклонит колени свои, и от уст своих и от сердца вознесет Богу на небо хвалу, и изменит жизнь свою, и полюбит Святой Евангелие, а тот войдет в эту дверь. Войдет, потому что Бог ее открыл. И не нам ее закрывать. Но когда эта дверь закроется, бесполезно будет барабанить в нее, и стучать, и кричать, Господи, Господи, отверзи нам. Мы перед тобой ели и пили, на наших улицах ты ходил и учил, не в твое ли имя мы пророчествовали, и так далее. Говорит, отойдите от меня, не знаю вас, творящих беззаконие, так в одном месте говорится. Ну, а с девушками этими Господь говорит, да. Говорит, аминь, глаголю вам, не вем вас. Так что вот оцените, возлюбленные, о Господе, эту открытость дверей милосердия. Самые отчаянные грешники, самые забубенные, эти прокаженные, значит, нечестием люди могут омыться от грехов своих, ибо покаяние всесильно. Покаяние всесильно над живым человеком. Над живым человеком. Когда уже уходит человек из жизни, там уже нет покаяния, там только воздаяние. А покаяние, вообще-то, всесильная благодать для кающейся души. И милость Божия беспредельная. Милость твоя вовек. Дел рук твоих не презрит. Море не так глубоко, как божественное милосердие. Правда, мы можем иногда слышать, как поскрипывают петли этих великих дверей. Мы уже чувствуем, что они, может быть, уже подзакрываются потихонечку. Потому что не вовеки веков Богу ждать. То есть это будет иметь свою меру и грань. И на каком-то этапе дверь то ли захлопнется с треском, и все об этом узнают, и все почувствуют. Что-то изменилось в мире. Написано, когда церковь из мира уйдет в последние три с половиной года правления антихриста нечестивого, как эта жена, которой будут даны два крыла, и она улетит в пустыню из мира, а дракон погонится и не догонит. То в это время, когда церковь из мира должна будет уйти, в мире пропадет всякое веселье. Люди вдруг все почувствуют, что жизнь потеряла смысл. Когда Бог закроет дверь покаяния и милости, братья и сестры, в эти страшные времена хлеб будет невкусный, и на солнце загорать никто не будет. Потом все почувствуют, что наступило время преддверия великого суда. А может быть, Бог будет потихоньку эту дверь закрывать? Так тихонько, тихонько, но будет все меньше, 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 потом тихонечко хлоп, и ключик повернется, и то, что сын Давидов закроет, никто больше не откроет. Но так или иначе, это страшная тема. Поэтому покаяние здесь, это самая великая и необходимая вещь. Дверь открыта. И предваряют нас в этих дверях мытари и прелюбодеи кающиеся. Бегут, Царство Небесное, блудницы быстрее, чем фарисеи. Быстрее, чем какой-нибудь там святоша, значит, праведный, бежит в эту открытую дверь покаявшаяся блудница. Да, в точном соответствии с Вечным Евангелием. Дверь открыта, заходите. Ну вот мы просим, да, чтобы не закрывал Господь дверь. Покаяние отверзи и мне, двери жизнодавчие. Утренний Дух мой ко храму святому Твоему. Будьте внимательны к богослужению. Запоминайте все, что звучит. Вычитывайте. Я с удовольствием смотрю, как многие из вас не ленятся книжечку брать с собой, и фонарик маленький брать с собой, и следить, очки на нос надевать, и следить за службой, что читается, что поется, потому что не все услышишь, не все сразу поймешь. А когда читаешь и слышишь, сразу все с двойными дверями заходит, и дверями ушей, и дверями глаз. Изучайте, вникайте, читайте Евангелие дома, псалтирку читайте, поклончики кладите, смягчайте свое сердце, пусть разгорается сердце на молитву. Готовьтесь к великому посту, да помилует нас Господь и в этот год, и да даст нам увидать светлую и всерадостную Пасху. А пока что еще длинный несколько месяцев путь до святого гроба опустевшего. Жизнодавца Иисуса. Итак, начинаем, братья и сестры, каяться. Начинаем с ума. Самое главное в человеке ум. О чем ты думаешь, что ты и есть. Куда ты стремишься в тайне сердца, такой ты и есть. Не важно, где твои ноги. Важно, о чем мыслит твое сердце, о чем мечтает твоя душа. Покаяние, отверзи нам, двери, Жизнодавчи. Аминь.